Перед началом Второй мировой руководство страны посчитало, что одной из главных составляющих грядущей войны станет противостояние в небе. А потому в предвоенные и военные годы в СССР было выпущено 110 тысяч самолетов. Воздушная разведка, бомбовые удары, штурмовка позиции колонн противника, прикрытие своих войск и важных объектов от вражеской авиации. Для всех этих целей конструкторы находили эффективные решения. Были среди них и такие, которые не получили широкой известности. Смотрите видео до конца, покажу пять самых редких и секретных советских самолетов Отечественной войны. Приветствую, на связи Нью-Солдат. И первый из них это летучая щука, средний транспортник Ще-2. С 1944 по 1946 годы было построено 567 единиц этого самолета. К началу Великой Отечественной основу транспортной авиации ВВС РКГА составляли воздушные корабли ТБ-3, а также легкие многоцелевые У-2. При этом данные самолеты на порядок отличались по своей грузоподъемности. ТБ-3 мог перевести от двух до четырех тонн груза, тогда как У-2 не больше 400 килограммов. В то же время легкого и экономичного самолета, который мог бы использоваться для перевозки средних по массе грузов до 1200 килограммов, просто не существовало. Именно поэтому возникла потребность в проектировании самолета средней грузоподъемности, который обслуживал бы части действующей армии. Решением возникшей проблемы по собственной инициативе занялась группа инженеров, возглавляемая Алексеем Яковлевичем Щербаковым. В 1941 году он выступил с предложением о создании специального транспортного самолета, который был бы предназначен для транспортировки средних грузов. Первоначально интерес к такому проекту проявила лишь морская авиация. Осенью 41-го началась разработка самолета, и уже в начале февраля 42-го первый опытный экземпляр транспортника поднялся в воздух. Самолет получил обозначение ТС-1, что означало транспортный самолет первый. ТС-1 представлял собой подкосный моноплан, конструкция которого в основном была деревянной. Расположение крыла было верхним. Самолет имел двухкилевое оперение и двухколесное неубирающееся шасси. На одном экземпляре стояли два двигателя М11Д мощностью по 115 лошадиных сил. ТС-1 был предназначен для транспортировки любых авиадвигателей, крыльев, узлов самолетов и другой боевой техники, небольших противотанковых орудий, а также прочих негабаритных грузов с массой до одной тонны. При этом самолет мог совершать посадки на площадки ограниченных размеров. Данный вид перевозок был очень важен в условиях ведения войны, когда срочный ремонт боевых самолетов приходилось проводить прямо на аэродромах в полевых условиях. В августе 1943-го летные испытания нового самолета были окончены, и наркомат авиапромышленности рекомендовал его к серийному производству под обозначением Щ-2. Выпуск начали в октябре, а головная машина серии была готова к лету 1944 года. Транспортник Щ-2 был доступен и просто в эксплуатации даже для среднеквалифицированного персонала. При этом мощности двух двигателей по 115 л.с. было явно недостаточно для транспортировки одной тонны груза. В сущности Щ-2 был мотопланером с нереализованными возможностями полноценного самолета. Ситуации могли бы подправить авиадвигатели мощностью в 150-200 л.с., но такие моторы в СССР серийно не производились. Фронтовые летчики негативно отнеслись к данной машине. Про Щ-2, который имел характерный внешний вид, даже была придумана остроумная загадка. Нос Ли-2, хвост Пи-2, моторы У-2, летит Е-2. Несмотря на это, Щ-2 отличался высокой экономичностью и мог через большую дверь в левом борту принять до одной тонны полезного груза. Чаще всего он использовался для задач по оперативному обеспечению всеми необходимыми запчастями и комплектующими ремонтируемых на аэродромах самолетов. В зависимости от обстановки и поставленных задач, Щ-2 использовался как грузовой – тысячи килограммов, транспортный – до 16 человек, санитарный – до 9 носилок. Также машина использовалась для обучения экипажей бомбардировщиков и подготовки парашютистов – до 9 десантников. Друзья, как вам такой самолет? Понравился? В комментариях под видео расскажите о своих впечатлениях о нем. А мы пойдем дальше. И следующий самолет из нашего списка – это дальний бомбардировщик Ер-2, произведенный на основе двухмоторного пассажирского Сталь-7. Всего с 1941 по 1945 годы было изготовлено 462 единицы данной модели. У этого самолета своя интересная история. В конце августа 1939 года у Ущелковского аэродрома стартовал самолет Сталь-7. Экипажу Шибанова предстояло установить мировой рекорд скорости на маршруте протяженностью 5000 километров. Пассажирский самолет за 12,5 часов преодолел расстояние 5068 километров со средней скоростью 405 километров в час. Что значительно превышало предыдущий рекорд летчика Кокеннаки на самолете ЦКБ-30. Экипаж торжественно встретили в Москве, а создатель самолета Бартини в это время отматывал свои 10 лет на тюремных нарах с ярлыком «Враг народа». Проектирование самолета Сталь-7 было начато им в 1933 году в соответствии с требованиями ГУ-ГВФ. В окончательном виде получился довольно оригинальный самолет с крылом типа «Обратная чайка». Такая схема позволяла установить в месте излома крыла двигатели и более легкое шасси. Первый полет и заводские испытания, начатые в конце 1936 года, выполнил летчик Шварц. Однако арест Бартини затормозил все работы по пассажирскому самолету. Затем он попал в ЦКБ-29 НКБД, где под руководством Туполева велась разработка бомбардировщика 103. Бартини отказался работать с Туполевым, и в итоге все работники ЦКБ-29 были освобождены досрочно, а Бартини полностью отмотал свой срок, да вдобавок был понижен в правах еще на 5 лет. Переделка пассажирского самолета Сталь-7, бомбардировщика ЕР-2, велась под руководством инженера Ермолаева, главного помощника Бартини. Самолет Сталь-7 имел превосходные летные данные и по своим параметрам был перспективным. Он обладал отличными аэродинамическими свойствами, большой весовой отдачей. Самолет строили в соответствии с постановлением Комитета обороны от 29 июля 1939 года. Заданием предусматривалось создать дальний бомбардировщик с двигателями М106 мощностью в 1000 л.с. на высоте 6000 метров. Но разработка этого двигателя затягивалась, и тогда на первую машину установили менее мощные двигатели М105. В августе 1939 состоялась защита макета бомбардировщика. При внешней схожести ЕР-2 и Сталь-7 бомбардировщик стал совершенно другой машиной, сохранившей лишь аэродинамическую компоновку. Прежде всего он превратился в цельнометаллический моноплан с двухкилевым оперением. Новый фюзеляж имел две кабины для экипажа и бомболюк. Оборонительное вооружение состояло из пулемета БС в верхней турели и двух ШКАС в носовой и люковой установках. В бомбоотсеке размещались бомбы различного калибра, в том числе и самые крупные отечественные бомбы ФАП-1000. Первый полет самолет ЕР-2 выполнил в 1940 году. Пилотировал машину экипаж Шибанова. Проведенные госиспытания выявили ряд замечаний. Топливные баки на машине не были протектированы, а значит в случае их прострела не исключался пожар. Отсутствовали отопление кабин экипажа и противообледенительные устройства планера и винтов. Вслед за первым экземпляром были построены самолеты с двигателями АМ-37 и дизельными М40Ф. Самолет с двигателем АМ-37 существенно превосходил по скорости все отечественные советские серийные бомбардировщики, но из-за отсутствия массового выпуска деталей в серии не строился. Самолет с М40Ф также требовал доводки, он так и остался опытным. Основным недостатком самолета ЕР-2 была большая длина разбега, что ограничивало его место базирования, но все же его запустили в серию. Также была построена большая серия самолетов с дизельным двигателем АЧ-30Б. Самолеты активно участвовали в Великой Отечественной войне. Одна из серийных машин использовалась в летных испытаниях по доводке пульсирующих двигателей для самолетов-снарядов Челомея. Часть самолетов эксплуатировалась в гражданской авиации. Лайк им за это. Обязательно ставим его ролику прямо сейчас. Легкомоторный Як-6. Самолет выпускался в двух вариантах – транспортном и бомбардировочном. Всего с 1942 по 1943 год было выпущено 384 Як-6. Это простой в управлении, дешевый в производстве самолет, использовался в качестве транспортной, связной, санитарной машины. А также в качестве не совсем удачного эксперимента, как ближний ночной бомбардировщик. Як-6 был разработан в ответ на потребность армии в легкомоторном транспортном и связном самолете. Взятые из аэроклубов У-2 и Р-5 обладали слабой грузоподъемностью и малой дальностью полета. Грузопассажирский отсек с местами для шести пассажиров располагался за двухместной кабиной пилотов. С запасом горючего в 278 килограммов дальность полета достигала 580 километров. Вооружение – 12,7-мм пулемет. Бомбовая нагрузка – 500 килограммов. На некоторые машины ставили РС-82. Следующий самолет – П-3. С августа 1941 по март 1944 было выпущено 360 единиц данной модели. Все хорошо знают пикирующий бомбардировщик П-2, растиражированный в количестве 11 247 единиц. На его основе, а также на основе опытного высотного истребителя С-100, был сделан двухмоторный тяжелый истребитель П-3. Он был двухместным. На месте кабины стрелка, а также в бомбоотсеке, поставили дополнительные баки, увеличив дальность действия. Усилили наступательное вооружение. С августа 1941-го П-3 воевали в составе 6-го корпуса ПВО, прикрывавшего Москву. Потом стали применяться для нанесения бомбо-штурмовых ударов по наступавшим гитлеровским войскам, для дальней авиаразведки, для сопровождения транспортных самолетов с командным составом. В 1942-м П-3 направили в ВВС Северного флота. Они сопровождали конвои, наносили бомбо-штурмовые удары по надводным и береговым целям. Одна эскадрилья П-3 воевала на Черном море. Пятый и самый редкий советский самолет времен Великой Отечественной – это двухмоторный пикирующий бомбардировщик Ар-2. Он должен был стать основным пикирующим бомбардировщиком советских ВВС, но в итоге так и не пошел в большую серию. С 1940 по 1941 год белый свет увидели 198 самолетов данной модели. Свою родословную самолет ведет от знаменитого СБ – скоростного бомбардировщика, созданного в ОКБ Туполева под руководством Александра Александровича Архангельского. На момент своего появления он имел высокие летные характеристики и большой потенциал для модернизации. В процессе серийного производства самолет постоянно модернизировался, однако к концу 30-х годов его скоростные качества уже перестали считаться достаточными в условиях современной воздушной войны. Он не выдержал конкуренции с Пе-2, которому в этом классе в итоге было отдано предпочтение. Поэтому Ар-2 использовались в основном на начальном этапе войны. К 1944 году в советских ВВС уже не осталось таких машин. Экипаж Ар-2 состоял из трех человек. Кстати, друзья, если вы хотите знать о том, как сложились судьбы летчиков-героев ВОВ, то ссылка на одноименное видео уже ждет вас в описании к этому ролику. Возвращаясь же к Ар-2, стоит добавить, что практическая дальность действия самолета составляла полторы тысячи километров. Ар-2 нес полторы тысячи килограммов бомб и был вооружен четырьмя 7,62-мм пулеметами «ШКАС». На этом все. Подписывайтесь на канал и до связи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!